Доминика, куда я тебя привезу? Доминика, куда я тебя привезу? Туда, куда лучше бы не привезла! Туда, куда лучше бы не привезла! Причем, они все разные! Это фототические новинки 2020 года! Причем, мы привезли их! Ну, судя по нумерам, вы все понимаете, да? Ага! Доминика нащится от мотоциклов, от байков. И я решила ей показаться. С удовольствием! Блогерам я советую то же самое, потому что мы его сегодня прокатим как следует. Возможно, тут прокатим уж точно. Ника будет кататься 40 минут в колонне с байкерами. Вот они сейчас подготавливаются, сейчас я вам сниму и покажу. Я уже жалею, что я ее привезла, но я думала как. Я ей покажу и на спине нет. Но судя из того, как она реагирует, то она еще больше влюбится в Харви Дэвидсона. Да, это красиво! Все слова... Я не только знакома слову менеджинг, хорошо? Все, что вы сказали, мне достаточно менеджера. Смотрите, Доминика. Сколько у вас подписчиков? У меня две тысячи. У Аллы Запорожской? Сорок... сорок одна. Сорок одна тысяча. Это прибыльное дело? Вполне. У меня образование смотрит сюда по тому, как вы одеты и подбираетесь. Это очень прибыльный отдел. Итак, Доминика. Все очень просто. Спасибо, что вы прокомментировали. Спасибо, что обратились. Доминика, все очень просто. Смотрите, как вы разбираетесь в байках? Вообще, какие байки существуют? Хоть один назовите. Честно. Молодец. Женская лодика, хорошо. А еще? Я в байках General Motors. Байк General Motors Corporation. Макдональдс Адейболка Кэт. Майф. Ну, то есть, можно перечитать все английские слова, которые вы знаете. Я в мотоциклах не разбираюсь в байках, но я безумно всегда хотела себе. Но, к сожалению, для меня это закрытый мир. Закрытый мир. Сегодня мы вам ее откроем. Хотите получить, допустим, новенький красивый Карпаты, допустим? Хотите? Легче назвать людей, которые не хотят. Все. Тогда мы сегодня вам даже, что не Карпаты, а подарим что-то от Харли Деймс. Смотрите, Доминика. Вот ваш мобильный телефон. Вы включаете сторис. Я вам даю 5-7 минут, как и всем блогерам. Больше у нас времени нет. Я называю вам три байка. Первый байк это Фред Боб. Второй байк Род Кинг. Третий байк... Вы реально запомнилаете это все? Третий байк Род Глайд Лимитед. А вот это надо записать. Род Глайд Лимитед. Что вы делаете? Вы пилите сторис. Снимаете сторис где-то рядом с этим байком. Или вот так вот. И внимание. Главное хэштег Харли Деймссон. Нижнее подчеркивание Киев. Пишите три сторис с тремя байками. Побегайте ко мне. И я вам Доминика сразу же. Сразу же что-то даю. А что это будет Доминика? Посмотрим позже. Желаю удачи и хорошего настроения. Дедушка. Помогай. Значит. Род Кинг. Род Глайд Лимитед. И Фэт Боб. Мне легче подойти к любому байкеру. Он с пальцем покажет. Ну давай. Мотоцикл. Ника вернулась. И вот ее подарок. Фирменный. Да. Я крутая. Ну, как. Сейчас сторис выложу, как я каталась. Нет. Удалось только один раз заснять. Китай лиспей. Китай лиспей. Родизация продолжается! Китай лиспей. Родизация продолжается! Ну, поем? Да, это фото. Каталась, да? Нет. А я это сделал, да? Круто, но я боюсь, не жалею, что я ее напрягу. Ну что, Доминика уехала, мне теперь час, надо ее ждать, и я переживаю, она, конечно, счастлива. О, кстати, я сделала тату, ну как, тату вы видели, у меня даже видео было на канале, они чуть просто, как бы, надо было ее закончить, потому что тогда рука отекла, и уже невозможно было бить, было очень сильно больно, и как бы, ну реально, реально нереально, поэтому вот я была, и закончили ее. Переживаю, переживаю за Доминичку, но она очень хотела этого, и я понимаю, что это мои страхи, а как бы они не должны касаться ее. Ну, вот так, жду, жду, но я сижу в машине, жду. И как бы там чуваки начали знакомиться, потом я решила уйти в автомобиль. Девочки, если кто свободен, на такие мероприятия приходите, и будет вам дофига кавалеров. Вау! Класс! Почти над домом. Моя мечта – полетать по воздушным шаре. Она осуществима, конечно, но как-то пока не довелось. Круто! Так здорово проснуться именно от такого вида. И я тоже хочу на воздушном шаре. И ты хочешь, да? С тобой. Ну хорошо, сыночек. Класс! Никогда еще не видел, но пошло шаре. Реакция. Класс! Слышно даже! Ты слышишь? Да. Вау! Ну что, я продолжаю пытаться отмыть окна. И из тех средств, которые мне советовали, помогло только одно. Не сильно получается, но лучше всех. И я пытаюсь его сейчас найти. Оно... Вот, тут где-то фирма такая внутренно-ядерная. Блин, тут перестановку сделала? Да, нашла. Сейчас покажу. Вот эта вот фирма. И мне нужен концентрат от налетов. Потому что, когда поливала, что он просто брал, стекло просто брала и шипела. Сейчас бы вспомнить, какое оно было, если честно. Я сейчас посмотрю в своих старых видео, я вам показывала. А, вот она, да? Да. Такая пальпа. Опять же, вот этот препарат у нас останний. Это неважно, какая будет последовательность. Все будет ваше туле. Точно так же, да? Все точно так же по очереди. Да, вот это останний препарат. А тут что первое, что второе? Нема разницы. Все равно. Нема разницы. Все равно. Все равно. Это взлетов по очереди на 10 литров. Да, да, да. Опять же, на 10 литров воды. И это мы делаем туле. Туле. Так. Кукуруза думала, что уже нигде нет. Есть. В селе есть. Сейчас еще что-то. Виноград, по-моему. о-о-о-о-о-о помидорки очень круто, и знаете почему, рецепт грилм, они очень сладкие они черные, ироные коронавирус! а ты ешь не мытое мне рассказали рецепт тыквы сейчас расскажу Тыкву хочешь купить? Опа. Ты тыкву надумала купить? Нет, я не люблю тыкву. Дема тоже не любит. Ты особо тоже не особо любишь тыкву. Я ее терпеть не могу. Вот. И получается... Нет, ну пару раз я тебя запихивала. Ну, иногда совсем-то неплохо было. Да. Так вот, они рассказали о том, что... Как можно сделать шар чернослива, шар кураги, потом тыкву. И опять шар, шар и в духовку, и накрыть фольгой. Один рецепт. Я говорю, у меня никто не любит вкус и запах тыквы. И они рассказали. Девочки молодцы. Ну, бабушки, ну, такие как девочки. Такие прикольные, прикольные. Что надо сделать? С овсянкой, вот, ну, в принципе, да, что самая простая, как и каша, с овсянкой. Добавить чуть-чуть ванилина. И ванилин, он перебьет вот этот вот запах и вкус тыквы. Круто. Потому что там стояла такая красивая тыковка. И мне так нравится, как они выглядят. Но, блин, вкус я их не перевариваю. Ну, вот, мне не нравится вот этот вот такой. Ну, вот, как бы, я могу есть, но такое... Ну, она такая приторно-сладкая какая-то. И вот это вот... Ну, две. Но, когда это в каше, оно, в принципе, знаешь, так, типа, терпимо. Ну, поэтому, девочки, надеюсь, вам такой рецепт зайдет. Хотя, я думаю, что те, кто любят тыкву, они знают, наверное, уже все рецепты. Потому что скоро же сезон, уже сезон тыквы. Вот. Виноград купила. И знаете, какой? Как раньше. Он вообще кислючий триндец. Но он как... Только что хотела взять себе веточку, уже передумала. Да, он очень кислый. Но знаете, почему я взяла? Я попробовала и вспомнила, как мы воровали такой виноград. Ну, когда детворой бегали. И чего-то у меня такая ностальгия. И поэтому я его купила. Хотя там был по цене такой же, но, как бы, дамский пальчик. А, дамский пальчик. Да. Что еще взяла? Морковку взяла такую классную, молодую, такую длинную, чистенькую. Надо будет ее почистить и просто заточить. То есть, вот просто перед телеком. Круто. Вот. У меня две катальпы. И они завалили. И я спросила, почему смена температуры. Ночью холодно, днем жарко. Забыла, как называется, это болячка. И вот. Так вообще жалко. Такое красивое дерево. Оно когда вырастает, если его еще подстригать, ну, супер просто. И тут на тебе. Ну, сказали, ничего страшного. Такое, типа, часто бывает. Поэтому те, которые вот белые, их уже не спасти. Но новенькие, они будут, простите, уже хорошие. Те, которые не поразила эта фигня, то все будет так. Ну, я не знала, на самом деле, что сад это такой труд. И каждое растение, оно живое. Я тут понимаю, что надо следить, ухаживать. Надо все время поливать. Ну, в общем, это еще то дело. Хочу судовника, честно. Потому что я не успеваю. Хочется, чтобы было красиво и снислятельно. Это очень успевает. Борьба. Погода портит. Все. Нет. Да. О, ты что, все, не убить, нет? Еще раз. Что случилось? А что случилось? Больно? Где, больно? Ничего страшного, малыш. Все, все, все. Все. Надо было раньше, а раньше надо было. Покажи колену. Бегом. А, ну, ты просто обиделся, да? Ну, а что случилось? Ну, упал, это нормально, ты же бегаешь. Идем. Все, меч остается у меня. Ничего нет. Что не защитиваешь? Ветер такой, что я уже стол перевернул. Сух, сух, сух. Там, там мокро. Там мокро, куда вы пошли? Капец. Сух, сух, там жарится в такую погоду. Тихо, 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 не раздави Дему. Раздави Дему. Миссия, раздави Дему. Я пою. Раздави Дему. Все, она плачет. Ну, что случилось? Блин, я куча стоя не включила. Вот так, вот так. Не за счет, как Петя пел. Хватит. Все, вытирайся. Вон, полотенце, вытирайся. Солнышко. Я не засняла. Давай шпу, Сэнди, шпобли. Шпобли, шпобли. Я не засняла, как ты пела, прикинь. Я не нажала камеру. Ну, ты же спасалась, меня певец. Ну, это было так прикольно. Не надо. Ну, давай, шмаркаем. Высмаркаем. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, я тебе по гуси приду. Давай. Давай. Давай, шмаркаем. Давай, вычи. Давай. Вот так, сильно. Давай. О, красавица. О, глянь, глянь, какие струкана болитые. Пей, я тебя не ругаю. Извините. Все, вымывай нос. Нос вымывай водой. Хай бог, я знаю. Крестный, крестный, мучит шмаркаться. Как, правильно, да? Шмаркаться? Да. Шмаркаться. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вытирай. Вытирай. Следующий, да? Так, пошла я пока не попала. Будешь отобирать дом солнышком. Гуси. Безвязь. Давай, помоги мне. Не буду. Почему? Димит Базовков. Ну как, Нику застает? Ай, ай. Живой болит? Ай, ай. Все, 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 все. Петь хватит. Правда. Ну, увидишь, какой он нежный. Правда, снимай его. Давай, ему спать пора. Давай, чуть-чуть играешь. Чуть-чуть играешь, и надо спать по времени, уже пора спать. Димит. Давай, Нику застрелим. Давай. Вы можете успокоиться? Оставить Нику в покое. Поиграть чуть-чуть на этой приставке. Давай, чуть-чуть. Дурдом солнышка. Ну, это капец просто какой. Она думает, она на бессмерт. Да, ну, блин, ну, Петя. Ну, оставьте своих гусей в покое, Петя. Я чуть не сломала. Чуть не сломала мой палец. И при чем так постоянно? Представьте, что было у меня в детстве. Это что у меня было? У тебя в детстве было все зашибито, что я тебя москитывала. Он хрустнул. Здравствуйте. Это гуси. Это гуси, если что, Ника. Летите отсюда. Ты не гусишь, а они тебя хотят. А что ты смеешься? Он под моей защитой. Все, Петя. Так тебе. Опа, ща, вы нас вызывали. Петя пошел. Петя пошел встать. Давай, давай. Петя пошел. Летите. Чего мы не знаем. Не знаю. Петя. Чего мы играем? Чего? Петя. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Привет! Привет! Аня, у меня насморк Чуть-чуть не повезло Обнимать эти изображения Честь и здоровья Просудим, Таня Да что-то да, вот это вчера Так мало лишь Это передача Да Это тебе от меня Спасибо большое Очень приятно Хорошо Теперь вообще замечательно Заходи Заходи Я тоже не буду смотреть Это второй раз Я их поставлю здесь Смотри, какая красивая штучка Идем разю Вообще нечего спать, тебе пора собираться Я даже могильник поставила Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Уже все? Всем привет! Сегодня воскресенье И мы с Таня Никой Мы любители вам в воскресенье Мы вообще баллахабим ходить по заведениям И завтра попали где-то Сейчас мы приехали в кафе Как она называется? Homebox Находится оно на Асакарках Рядом с Ривермоллом За Ривермоллом, почти В этом житловом комплексе Риварштау Прикольное такое место И здесь есть тигр И мы с Никой заказали покушать И начали играть в крокодила Ребят, это так смешно Сейчас я вам достану Я вам покажу, какое слово И я вот это вот хочу Мама, это? Я его показываю А мама не угадывает А мама не может понять, что я от нее хочу Да У меня нет рыбы Нет мяса Не ем мясо Не ем Это аналогия? О, больше Ого Хопа Клова Сака Королева Королевские уборщики? Нет Королевские Первое слово королевские Нет А, я поняла, что ты хочешь сказать Ведь как оно правильно Пожалуйста, за вас Глаком Приехала на съемку У меня сегодня Съемка Для бренда белья Я, кстати, рада, что В 36 лет уже Я могу позволить себе Сниматься в белье Причем меня приглашают Как модель Это здорово Я только недавно это осознала Потому что до этого Мне было Ну, как, типа Ну, это нормально Это понятно А потом как-то Ника В шутку сказала Не, ну, как бы там под 40 Я говорю В смысле под 40 И понимаю, что 36 Это реально под 40 И я такая Ммм, да? Нет, это не обо мне Короче, шутки шутками Но это прикольно И я начала улавливать себя На том, что Морщинок-то нет И это не Я себя не обкалываю Ничего такого У меня не происходит Единственное, что я делаю Это Межбровку Ну, вот видите Она уже есть Я колола когда В июне, по-моему Вот Но она очищенная Поэтому она меньше держит Сейчас октябрь Вот Начало октября И Ну, вот тут есть, да А лоб Ну, тут понятно Мимические Я их не трогаю Я только лоб, получается Подкалываю И все Но Когда мы Ну, я Такая мини-обезьянка, да И Как бы мимика Она делает морщины Но Вот эти мимические Маленькие морщинки Можно убирать С помощью Увлажнения и питания То есть кожу Надо увлажнять и питать Сейчас у меня появился Новый Ну, как бы я меняю Я всегда рассказывала вам Если вы меня давно смотрите Вы знаете Если недавно вы ко мне присоединились То я всегда рассказывала Что Меняю свой уход То есть он не должен быть у вас Круглый год один и тот же И если вам нравится Какой-то кремчик Он у вас заканчивается Вы начинаете Опять его покупать И как бы Часто Ловите себя на мысли Что он перестает работать Нет Он не перестает работать Просто Кожа привыкает Поэтому Баночка закончилась То есть уход закончился Сейчас у нас Наверное у кого Кому за 30 Уже не одна баночка Поэтому Надо менять Поэтому я поменяла Сейчас свой уход Осеннюю У меня новиночки Вы знаете Мне очень нравится Я в следующем видео Расскажу Наверное поподробнее Мне очень хочется С вами поделиться Потому что Сейчас я приехала На съемку То есть укладку Мне будут делать Я только помыла голову И макияж буду делать Поэтому я С чистым лицом И с сухой Почти сухой Чистой головой Вот И вы знаете Мне очень нравится Состояние моей кожи Потому что Ну как бы Подбор косметики Во-первых Происходил по фотографиям Через интернет Через Такой как тест Я наверное внизу Под видео Оставлю в инфобоксе Ссылочку Перейдите Пройдите Это бесплатно Пройдите этот тест Косметолог подберет По вашим потребностям Уход И плюс Просят фотографии Без макияжа Дневной свет Чтобы понять Потому что я прям Вот близко сфотографировала Я показала Что у меня есть Пигментные пятнышки Что я хочу От них избавиться И мне Порекомендовали Средства С витамином С И мой косметолог Который здесь В Киеве Она Тоже Осенью Зимой Рекомендует Витамин С Потому что Оно Это действительно Осветляет кожу И нашему организму Витамин С Нужен Поэтому Я очень рекомендую Пройти этот тест Он бесплатный И просто делюсь Полезной ссылкой Никто не заставляет Покупать косметику То есть Если вы пройдете тест Вам порекомендуют Что вам надо То есть Какой уход И вы можете купить Можете не купить То есть Никто не заставляет Вот И кстати Эта косметика Ко мне пришла Там Как бы это В инстаграме Такой Магазинчик Там Разные бренды Разных Уходов Но Мне пришла Посылка С уходом Польским И вы знаете Во-первых Цена И качество Я пользуюсь Только Наверное Несколько дней Чем меньше недели Но я сразу же Моментально Вот Сразу после Того Как нанесла Я вижу Очень хороший результат У меня Вот эти вот Тут Носогубка была Такая Ну прям Видная Да Сейчас ее нету Вот эти вот Маленькие морщинки Под глазками Они тоже Как бы ушли То есть Когда я улыбаюсь Они есть Но вот Если так Спокойно Их нету Это о чем Говорит Что кожа Напитана И увлажненная Это прям Мега Круто Вот Не буду Затягивать Это видео Следующее Видео Будет Про этот Уход Да Я думаю Что вам Ну как бы Понравится Будет полезно Может кто-то Для себя Что-то вынесет Ну и плюс Уход Как я говорила Он должен быть Подобран Сключительно Под вас Поэтому Пройдите Тест И Подберите Уход Именно Чтобы он Полностью Подходил Под ваш Тип кожи Все На этом видео Заканчиваю Спасибо Что поставили Лайк Подписались На канал И нажали на Колокольчик Чтобы не пропускать Мои видео Все Всем пока Пока Субтитры Субтитры